Добрый день, дорогие друзья! В наше неспокойное время, когда кажется, что весь мир рушится, очень важно принимать любые решения в спокойном состоянии. Ну а для того, чтобы вам легче было принять это решение в спокойном состоянии, я хочу вам сегодня показать фрагмент из видео Татьяны Мужицкой. Татьяна Мужицкая – психолог, но мне она очень нравится, надеюсь, и вам тоже она понравится. Если вам она понравится, то я рекомендую вам, в общем, я оставлю внизу в инфобоксе ссылку на это видео, но вы можете перейти на ее канал и посмотреть другие видео. Татьяна – очень такой позитивный человек, но я думаю, что она вам понравится. А я вас всех люблю, обнимаю, желаю вам всего самого хорошего, самое главное – здоровья, мира в душе и мирного неба над головой, мои дорогие. До встречи! Поэтому, смотрите, здесь, конечно же, понятно, что у всех своя ситуация. У кого-то прям реально страшная, я понимаю. У кого-то такая, что еще ничего не случилось, но вы уже тут начинаете думать, что будет. В любом случае, я вам скажу одну вещь, в любом. От того, в каком состоянии вы принимаете решение, от этого зависит примерно все. Решение, принятое из взвешенного, укорененного, устойчивого состояния с ясной, совершенно с ясной головой, вот эти решения, они правильно и приведут, собственно, к результатам. Что еще здесь важно, да, что всегда нужен выбор, у вас должен быть всегда выбор. Значит, самая опасная история, когда у вас все основано на чем-то одном, вот все яйца в одну корзину сложены, это очень опасно. Всегда. И у нас как раз в марафоне сегодня такое задание, чтобы вы не сказали, ищите еще другие варианты, или да, или нет, или еще каким-то образом. Если, например, вас начинают там в голове одолевать какие-то мысли, все, теперь это точно приведет к, и теперь наверняка будет все плохо, все рухнет, после этого запятая, надо сказать, или нет, или будут еще какие-то другие варианты, или мы сможем еще что-то найти, или чудо случится, или мой ангел-хранитель ко мне придет, или каким-то образом что-то. В общем, очень важно помнить, и мозгу давать, это прям, вот ждать, сейчас упражнение прям с вами сделаем, да, давайте вот так вот, вот прям сфокусируйте в зрении, и прям только вот смотрите в одну точку, вот только в одну, долго. Ну, а теперь вот начните чуть-чуть, 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 чуть-чуть фокус раздвигать. Если вы фокус раздвигаете, то у вас появляется маневренность, пространство для маневра. И это действительно так. Я знаю, что среди вас есть люди, которые меня ненавидят, и они прямо сейчас мне об этом говорят и пишут. Спасибо вам большое за то, что вы эту энергию выражаете, вот вам таз, давайте сюда. Ненавидят меня за то, что говорят, что вот, вы уводите людей во внутреннюю миграцию, вы говорите, что надо абстрагироваться от событий, а надо что-то делать. Да, ребят, надо что-то делать. Да, именно так. И мне совершенно неважно, я вполне могу выдержать вашу ненависть, вполне. Я вполне могу выдержать ваши слова и вас к тому же призываю. Понимаете, вот в такие времена, когда снаружи очень большая турбулентность, максимальная устойчивость нам с вами нужна. Кто-то говорит, вот я сорвался, я печь, начал жрать. Вы знаете, мне мой эндокринолог, который со мной занимается, ну, собственно, занимается моим похудением и вообще моим здоровьем, когда я ей сказала, что я вот после февральских событий прибавила 5 килограмм, она сказала, Тань, как убрать вес, это самая простая техническая задача, а вот кукуху, кукуху потом припарковывать гораздо сложнее. Поэтому, значит, что мы делаем? Мне тут подарили, кстати, сейчас нету, но на выпускном с нашего курса подарили мне такой, знаете, есть такие деревянные птички северные на веревочку. Мне сказали, это кукуха на привязи. Давайте так, держим кукуху на привязи. В любом случае наша задача принимать решение. В любом случае наша задача оставаться людьми. В любом случае наша задача своих близких поддерживать максимально. В любом случае наша задача отличить от того, что мы можем сменить, от того, что мы изменить не можем. И здесь, собственно, очень простая история. Вот если активация наступила и хочется срочно пойти и поменять весь мир, то, значит, что сделать нам? Ну, значит, очень важные вещи, я пошла и пересадила цветы. И я понимаю это. Из разных стран у меня есть подписчики, из разных стран у меня есть друзья. И вот это вот то, как мы друг друга поддерживаем, и то, как мы держим вот этот купол и наполняем его любовью и теплом, вот это важно. В такие времена очень важно находить своих. И рядом со своими боль переживается легче. Она есть, я ни в коем случае ее не обесцениваю. Ну, ну, конечно, сейчас прямо. Ну, конечно, так это, Аркадий был метафоричен. Когда он говорил пиздец, то это значило какао или сегодня будет дождь. Так вот, в данном случае тут, собственно говоря, какая уж метафора, какое уж там какао, все понятно. Но и это означает, что еще больше ответственности мы несем с вами за собственное состояние. Вот если вы до этого занимались духовными практиками, занимались, наверняка занимались, я вас вижу, психологией занимались, интересовались, отлично, энергетические какие-нибудь практики, йогой занимались, да? О, у нас с вами, товарищи, большая контрольная работа. А что? А что это вы думали, что это вы так просто занимаетесь? Нет, нет. У нас с вами вселенский экзамен. Да, групповухой сдавать его проще, можно друг у друга списывать, действительно. Ну, правда. А индивидуально тоже. Знаете, есть такая буддийская шуточка. Считаешь себя духовно продвинутым, ну, поди поживи две недели с мамой. Видимо, для совсем духовно продвинутых сейчас у нас такое время, что надо не просто с мамой пожить, а вот во всем вот этом. Люди пишут, да, ну, как бы, да, у меня два сына, да, это так. Я в курсе, что у меня два сына. В общем, ну, я не знаю об этом. Но я знаю об этом. И вот как раз здесь, мне кажется, что то самое время, когда... Надо задать вопрос вашему персональному ангелу-хранителю. Есть такая притча, которую мне захотелось вам рассказать. Человек попал на тот свет, ну, и, собственно, там его встретил его собственный ангел-хранитель. Он говорит, а, вот, ты, значит, был у меня все это время. Почему это? Почему это я вообще совершенно не в курсе, что ты тут у меня был? У меня вообще такая была хреновая жизнь. Он говорит, я был. Пойдем покажу. Вот твоя линия жизни. Вот смотри. Видишь, там две пары следов везде. Вот. Вот одни, значит, следы. Это твои. А вот эти вот светленькие, это мои. Вот, видишь, мы везде шли вместе. Он говорит, нет, вот они, самые пиздецы моей жизни. Вот они, вот. И тут только одни следы. Я знал, я знал, я знал, что ты, я понимаю, что тебя там не было. Тут только одни следы. И тот говорит, друг мой, присмотрись внимательно, какого цвета эти следы. Видишь, они светлые. Самые пиздецы твоей жизни я нес тебя на руках. Такая вот штука. И это, ну, я говорю, тоже у меня слезы выступают. Понимаете? Это же очень важная штука понять, ты в каком мире ты персональном живешь. В твоем персональном. Понятно, что есть внешний мир и внешняя информация. Но в твоем персональном мире, что там? У тебя там ад или рай? Это при жизни происходит. У тебя дружественная вселенная, твоя собственная или вражеская? Я знаю очень много разных историй. И спасибо, вы говорите, что это хорошая притча. Да, это хорошая притча. И я вот ее вспомнила, потому что я, собственно, с ней с самого утра. И я понимаю, что вот такие истории, они мне показывают, насколько... Ну, ты типа, ну что, все, сломалась? Нет, не сломалась я. И я, кстати, видите, это тоже моя позиция, что я здесь. И я нужна здесь. Мы разговаривали об этом с парнями, с моими, с детьми. Они говорят, а мы здесь. И это, ну, это так. Ну, раз уж это так, значит, мы живем сегодня в том мире решений, которые приняли вчера. Но еще можно принять новое решение. Для этого это надо сделать из нормального состояния. Давайте мы сделаем практику, которую научила Варя Созумного, да, вот, билатеральной стимуляции. Вот так вот, если по плечам себя хлопать, то это очень создает такую для нервной системы устойчивость. Поэтому, если я не вижу поводов для паники, означает ли это, что я бесчувственный человек? Нет, ничего этого не означает. Кто вам такой... Если вам такое будут говорить, посылайте их нахер всех. Потому что сейчас, опять же, вот в такие времена наступает, опять же, огромный расцвет манипуляций. Вот эти вот люди, которые с программой БИ, они начинают проявлять дикую активность и начинают вас склонять к отсутствию выбора. Говорят, только так и никак иначе. Если ты не делаешь вот там вот того, что я тебе говорю, значит, ты сволочь или там, значит, ты бесчувственный. Ничего подобного. Если я этого не делаю, это значит, что я этого не делаю. И делаю при этом очень много чего другого. И вот как раз в такие моменты, собственно, они что показывают, что ценности выходят, ценности. Вот вода вот эта вот отступает, знаете, как бывает, отлив. Или там жуткая есть поговорка такая, весна покажет, кто где срал. Такая, ну, она честная. Так вот, собственно, эта весна, которая уже не весна, а осень, она как раз показывает, что какие же ценности-то у тебя. И я очень максимально вас призываю вернуться к своей семье. Вот спрашивают, вам не страшно, как вы работаете со своим страхом? Очень просто. У меня все просто. У меня однажды коллега-психолог говорит, я тебя ненавижу, у тебя всегда все просто. Это неправильно. Я говорю, ну, у меня правда всегда все просто, я к этому стремлюсь. Значит, как работает страх? Страх работает двумя способами. Первый способ – сужение фокуса внимания. Чтобы стало страшно, что угодно. Достаточно вообще вот так вот шоры повесить. И от того, что у тебя нету никакого контроля, вот из-за этого тебе начинает становиться страшно чисто физиологически. Поэтому что надо делать? Надо максимально дополнять обратную реальность. Если вам страшно лететь в самолете вдруг, в этот момент что надо сделать? Надо начать рассматривать очень внимательно, играть в детектив. Вот со мной рядом сидит мужчина в сером пальто. Ага, серое пальто, довольно новое, но все-таки немножко с катышками. Значит, ему уже больше года. Ага, у мужчины короткая стрижка, аккуратная. Возможно, он из семьи военных. Ну, я начинаю думать вот эти вещи. У меня занят мозг. Все, и мне не до страха. То есть это очень важно. Я начинаю, значит, вот эту всю историю. Есть второй способ страха. Это, наоборот, излишняя фантазия, когда человек начинает додумывать. Вот вы мне пишите. Вот мы с семьей сейчас далеко друг от друга. И вот здесь вот я бы сказала троеточие. И что? И что? Мы далеко друг от друга, и поэтому что? И поэтому очень важно помнить, что мы далеко друг от друга. И поэтому вселенная дружественная. И можно лишний раз написать «Я тебя люблю». Или можно сказать «Скажи мне, что надо сделать для того, чтобы ты себя хорошо чувствовал?» Можешь сейчас сделать хорошо? Ты можешь сказать «Хорошо». Что, значит, сейчас у тебя происходит с тобой? Можно, наоборот, обмениваться утренными всякими ритуалами. Вот, кстати, ритуалы – отличная вещь такая прям, которая помогает действительно удерживать кукуху на привязи. Вот что бы ни было, что бы ни происходило вокруг, я, соответственно, буду на балконе варить, купить, пить кофе, например. На любом балконе буду находить его или где-то еще. Или вот то, как у ДДТ есть песня «Я люблю тебя за то, как ты завариваешь чай», можете найти. И вот эта вот история... Если вы хотите каких-то действий, я не буду призывать ни к каким действиям, потому что я психолог. Я за жизнь, я за человека, за человечность и за мир. И мое основное послание, которое я вот в этих эфирах, я сейчас во всех площадках, какие у нас есть, мое основное послание очень простое. Мое основное послание такое – очень важно принимать решения из здравого, устойчивого состояния. Сейчас время принимать решения, это правда. Какие решения, я никогда за вас не решу, никогда вам не скажу. Ни один нормальный психолог вам не даст совет, а я так вообще это ненавижу. Просто что это такое? У меня, кстати, очень значок сюда подходящий. У меня, видите, мой любимый художник Магрит, сейчас, говорят, его выставка в Москве идет, может быть, даже и схожу я на нее. Он здесь, видите, лицо у человека занято голубем. Непонятно, что за этим. И каждый может додумать, в условиях нехватки данных наш мозг выдумывает сам врагов, картину мира, Бога и мнения других людей. И я вас прошу для борьбы со страхом, чтобы у вас была всегда альтернатива. Вот вы себе что-то придумали, да, что будет вот так. И еще 4-5 разных других вариантов. Фрэнк Фарли, мой учитель, у которого я училась в провокативной терапии, он говорил, я всегда держу перед глазами 17 мониторов. И там в половине мониторов показывают порнуху, а в половине какие-то разные варианты развития событий. И когда я знаю, что вариантов много, и я все равно не буду никогда знать заранее, я понимаю, что всегда есть план Б, план В, план С. Как, знаете, в море ходят капитаны, у меня нет такого опыта яхтинга, но у меня есть друзья, яхтсмены, и они говорят, что там нет дорог, но есть направление. Они ходят галсами, то есть им надо вот с этого берега вот на тот, но в зависимости от ветра, от волн, да, они все равно туда как-то придут. Мы никогда не знаем, вот это такая, знаете, поговорка, как узнать, выполнена ли ваша миссия на Земле. Если вы живы, значит невыполнены. Мы до конца никогда не узнаем этот квест. Никогда. И вот это вот очень важно, очень важно это сохранить. понимание, что есть система большая, которой мы управлять не можем, не надо ей пытаться управлять. А вот то, чем мы можем управлять, вот этим точно, собой, своим настроением, своим физиологическим состоянием. Продолжение следует... Продолжение следует...